На следующей неделе евреи всего мира отметят один из главных праздников в иудаизме – Песах. Праздник олицетворяет выход еврейского народа из египетского рабства, праздник весны свободы. Как его будут отмечать в Израиле и что должно быть на праздничном столе? Об этом мы говорим с раввином Леви Гдалевичем. Леви, добрый вечер. Добрый вечер. Так что должно быть на столе в этот важный для евреев день? Ну, во-первых, должно быть маца. Маца – это такое серьезное дело, это серьезный инструмент. Вы знаете, мы с вами можем представить себе, например, мы не любим людей, каких-то в нашей стране, не дай бог, да? Что им можно сделать до физического уничтожения? Ну, несколько примеров. Можно не принимать наши институты, не давать учиться, не дожениться на наших детях, не принимать на работу, куда-то их, так сказать, отстранить. Можно, правда? Полминута мы нашли несколько решений. Есть такая интересная книжка «История Второй мировой войны», и там есть одна из первых программ нацистской партии. Там удивительные вещи написаны. Ну, то есть, там, 25 пунктов в рамках какого-то здравого смысла, там, персадский договор, пересмотреть, понятно, рабочий день, 8-часовой, понятно, всякая безработица, понятно. Ким-то, 20 ким-то пунктов написана странная вещь, написано так. «Прекратить поставку муки для выпечки мацы еврейской общине». Это был один из пунктов требований. Один из пунктов. Почему боялись так мацы? Я очень ясно вижу около этой программы такого интеллигентного немецкого еврея, который читал Шопенгауэр и Фехтвангера, который говорит, смотрите, ну, просто какую-то ерунду пишут. Какие-то хулиганы в пивной в Мюнхене. Ерунду. И очень ясно также видим, мы с вами около этой программы, такого соблюдающего религиозного еврея, который понимает, какое колесо начинает раскручиваться. Чтобы сделать с людьми все, что угодно, надо сначала с ними отнять духовные корни. Они понимали, что это духовные корни. Они хорошо понимали, что это наши духовные корни. Мы знаем с вами страны, по истории страны, с которой мы вышли. Помните историю с Баранинским сражением у русских? Война 19-го года. С точки зрения военной, русские потеряли все, отдали столицу, проиграли сражение. У меня оказалась победа. Почему? Эти оказались мародерами. А у русских силы, а духовная в стране, в стране в войске, у партизан. То есть духовные силы страны, общества, народа, это не пустой звук. Маса – это наша духовная сила. Это наше сверхракетное оружие. Поэтому, конечно, первым делом должно быть маца на столе. Вообще, я вам скажу, вы знаете, по поводу мацы. Ее готовят, насколько я знаю, 18 минут. Да, да. Причем это мука, вода и все. Мука и вода, да, да. И не дай бог, если это будет 19 минут. Не-не-не-не. Ни в коем случае, это же будет не кошерная маца. Все очень точно. Все очень точно. Очень точно. Тысяча лет, вот так как было, так сегодня это продолжается. А вообще, конечно, Песох – это начало. И понятно, что начало всегда очень интересно. Меня все просят на Песох рассказать один из первых наших Песохов. Значит, тоже такая интересная история. Почему эти истории стоит рассказывать? Все вышли такие звоночки посылают. Такие звоночки, да? Когда ты звоночек рассказываешь, может, кому-то тоже произвенит как-то. Началось с того, что я поехал на работу без машины, вернулся. У меня такой гараж был, и гараж мне сдали с небольшими недоделками, там крыша падала все время. Я такой трубой подпирал эту крышу, чтобы она не упала окончательно. И вот в полной кромешной тьме, вернувшись, я пробираюсь к этой самой трубе в моем гараже. И вдруг в полной, абсолютно кромешной тьме, кто-то делает так. Их много, они садятся мне на плечо. Я понимаю, что крыша поехала не у гаража, а у меня. Никого не могло быть в моем гараже. Вот так вот мог бы делать, так. Ну, никого. Что оказалось? У меня в отсутствие приезжали мальчики, приезжали из Ишивы, привезли курей на Песох. Они были в таких картонных ящиках, в них были дырочки, чтобы они могли дышать. Моя добрая жена, чтобы не хватает воздуха. И все ящики подкрывал, но мне об этом сказали. Это было первое знакомство с Песохом. Потом приехали мальчики из Ишивы, курям отрубали голову, выливали кровь в землю, присыпали. Жуткое зрелище. Потом ощипывали, прохо ощипывали, все перья остались. Потом нас позвали на пасхальный седр. Позвали, мы поехали, позвали. Интересно же, это было лет... Курочка была на столе. А, ну все было отщипанное, плохо отщипанное со всеми, да. Мы поехали, интересно, это было, скажем, в 80-е годы примерно. Приехали, да, интересно. Ну, нас позвали часов на шесть. Мы, естественно, приехали полвосьмого, что же мы первые приедем, интеллигентные люди. Я еще так ключи от машины так вертел на пальцы, значит. То есть мы приехали не только, когда три звезды вышли, а когда просто созвездие, большой и малый медведицы, уже млечный путь весь был. Как-то уже сесть за стол надо. Уже надо было, да. Подходим, помню, как сейчас на двери такая симпатичная такая табличка, там такая симпатичная булочка нарисована. И такие две скрещенные кости написано. Хамед с ним носить! Я начал еще карманы, я не ловил, атомная бомба. Входим, стоят мальчики в черненьких шапочках, с книжечками в руках у стены, и вот так качаются, как будто в бассейне, только никак не прыгнут, так раскачиваются, никак не решатся прыгнуть. И мне говорят, у тебя мама еврейка? Я так обился, говорю, у меня папа еврейка. Вот он интересный, националисты какие-то. Заходи! Захожу, такой открытый, накрытый стол, очень красивый. Ходят женщины, какие-то шаманские движения над свечами, что-то бормочут. Я думаю, ну, попал. И так на всякую точку, говорю, так, ребята, где у вас выход? Ну, просто, чтобы знать, мало ли, что там дальше будет. А какой год это? В 80-е годы. Это в Москве. В Москве, да. Москва, просто, Союзная улица, какая-то полузапрещенная квартира, которая еще только так все начиналась. Сели за стол, вы же были на пасхальном седре, да? Видели, что происходит, да? Каждый год. Курс не дают. И говорят, и говорят про евреев, которые вышли из рабства к вечной свободе. А мы же гости, как люди, не пая, а никто никуда не отдал. И говорят, я сижу, слушаю, вспоминаю всех знакомых евреев, которых я знал лично. Когда я их всех вспомнил, которых просто лично был знаком, я помню, если бы спросили бы меня, я бы не только их не выводил из рабства, я бы так закрыл бы туда дверь, так два раза ключ бы еще, чтобы все там остались. Сказано, я просто лично был знаком. Они все говорят. И в ту секунду, когда можно было начать уже кушать, они встали, потащились на кухню мыть руки. И не как люди с мылом, вы знаете, да? А эту кружку и что-то бормочут, руки вверх поднимают. Я стою в этой очереди. У меня, видимо, на лице было написано, что я про них всех думал в этот момент. Вот это последнее с руками, это, видимо, было... Ну, это был полный беспредел. Видимо, в ту секунду, когда выражение на лице достигло, ну, просто, ну, апогеи, перегеи, что хотите, да? Я слышу шепот, поворачиваюсь. Стоит человек, знаете, такое выражение из такой библейской внешности. Такая большая борода, горящие глаза, такой... Как с картиной. Да, потом я слышал, что он вообще не еврей, он не еврей, который принял ГИЮР, такой известный адвокат в Москве был. Но я этого не знал ничего. И он мне тихонечко что-то по-русски говорит. Я понимаю, что он говорит по-русски, я не понимаю, что он говорит. Какие-то странные слова. Слышь, он говорит, не оскорбляйте. Я говорю, что? Говорит, юноша, не оскорбляйте. А вы даже ни слова не произнесли. Ни одного слова. Он говорит, не оскорбляйте. Выражение недовольства на вашем лице оскорбляет красоту этого мира, так чудесно созданного Творцом. Я так, как рыба, которая заброй выбросили на берег. Потом его нашел много лет спустя в Москве. Говорит, вы помните, в московской кухне. Он говорит, я плохого не помню. Так нам Всевышний посылает такие звоночки, чтобы мы услышали, чтобы мы поняли. Это великий праздник всего человечества. Само понятие свободы пришло отсюда из этого праздника. Американцы хорошо это знают. Борьба за свободу. Это само понятие свободы, борьбы за свободу пришло отсюда, пишет Равирш. Вот эта идея свободного человека, который свободен, это отсюда. Это нужно любому человеку в мире. В Америке, в России понятие, что ты свободен, что ты свободный человек, созданный по образу Бога, это отсюда пришло. Это очень важно всем. А потом, вы помните, у нас же на каждый праздник есть свои песни. Помните, да? У нас же песни на каждый праздник, да. У нас есть такая песня на Песах тоже. Какой-то написал Айсберг, Вайнберг, не помню кто. Может, сейчас слышат, может, отозвется нам. Отозвется нам, значит, там такие слова, такие мелодии известные, слова новые такие. А мы с тобой, братья-удеи, шел ханрух у нас, кицур. Пришла весна и Песах с нею, пришла весна и Песах с нею. Пришла весна и Песах с нею. Продай хамец, купи им отцу. Там еще много куплетов, все не помнят. Леонид Иванович, с наступающим праздником Песах, вас, всех нас и всех в мире, чтобы год был удачный, счастливый, чтобы все было хорошо. Амебарехетбарех, благословляющие благословицы, так у нас говорят. Спасибо большое. Спасибо.